Я бортинженер, инструктор и испытатель. Я знаю вот это всё, и конструкции, всё, как пять пальцев своих. Но душа болит, когда на аэродроме провожают. И начинаешь запускать, всегда стараешься запускать третий и четвёртый двигатель. За фюзеляжем, те стороны. Почему? Потому что гости провожают с левой стороны. На его век выпало немало событий. Пётр Шелохаев, подполковник в отставке, только сейчас решил рассказать о себе, о своей жизни. Говорит это потому, что о многом раньше просто нельзя было говорить. Он сопровождал перелёты первых лиц Советского Союза, лично министра обороны Малиновского. Впервые летал в составе министерских делегаций в Индонезию, Китай. Отвечает за безопасность техники и огромная ответственность, а учитывая, что эта техника была, мягко говоря, неосвоенная, двойная. Сопровождать правительственные рейсы – это особый случай. Ситуации, рассказывая Пётр Кузьмич, были особые. Так, в 1963 году перелёт в Индонезию с первой посадкой и визитом в Дели оказался весьма непростым. А затем ко мне раз, подходят к министру и говорят, Родион Яковлевич, министр говорит, инженер, езжай на аэродром, там что-то, непорядок. А моё дело, как произвели посадку, проходишь то, что есть, открываются лючки, где управление проходит, всё, и у меня печати, ключи от самолёта, печать, пломбируют. Я прихожу, привозят меня на машине, и впервые я увидел, красота такая, шоссе такое, в полночи это на рассвете, никого нету, а канавы от обочины, деревья посажены, аккуратно, и все канавы заполнены, спят люди, бездомные. Я прошёл так незаметно, фонарик посветил, а чуть-чуть, а пластелина, если лючок открываешь, то у него получается метка уже. Туда прошёл по всему, а где-то было, смотрю, лазили всё-таки руками. Я их, ага, ну не стали, всё сделал, порядок, открыл гондолы, посмотрел, так, и поехали обратно. Переживший войну в эвакуации, Пётр Кузьмич вспоминает те годы со слезами. Так много видел, так тяжело вспоминать, как на фронт уходили близкие, как бомбили родину, как выживали, но всё же победили. После школы он окончил лётное училище в Харькове, получил профессию борттехника. Полёты отразились и в наградах, медалями и подарками благодарили Петра Шалахаева за ответственность и профессионализм в выполнении задания. Есть среди наград и почётные грамоты, и отличительные знаки, например, знака пересечения экватора. Каждый полёт отражён в лётной книге. Некоторые оставили особые воспоминания. Мы из Сирии вылетели три, это впервые в истории, впервые в истории, три президента, воюющих государства против Израиля, сидели, находились на борту у меня. И мы взлетели, на нас, нас атаковали израильские истребители, сейбры. Мы вынуждены было отклониться. И через Саудовскую Аравию обходным путём полетели в Москву. Сопровождал буртехник Шалахаев визиты в разные страны. Китай, Индонезию, Сирию. Участвовал в боевых действиях Китая, Северной Кореи, Венгрии, Алжири, Египте. Воспоминания подкрепляют подарки и фотографии. Вот подарок от старшего Асада. Уникальная шкатулка. Внутри в подарок жене лежал кусок парчи. Вот памятные часы. У Петра Кузьмича их немало. И всё от высокопоставленных лиц. А медалей, кажется, и не сосчитать. Вот редкие фото. На них ещё молодой Каддафи, маршалы Малиновский, Гречка. А вот уникальные кадры с Северного полюса. Нелёгкие периоды, зато сколько тёплых воспоминаний. Ракетно-космические войска стали вторым местом работы Петра Шалахаева. После ушёл в отставку. Его истории с удовольствием слушали глава района Надежда Суровцева и депутат Московской областной думы Владимир Шапкин. Приехали, признаются, по приглашению самого Петра Шалахаева и поразились, насколько интересной и насыщенной событиями оказалась биография этого человека. Очень интересно говорить с Петром Кузьмичом, потому что некоторые факты, которые рассказывал он сегодня, и, в общем-то, мы с ним беседовали не один раз, и неоднократно так вот говорили на такие темы, которые он не открывал никому, потому что просто всё было под грифом секретным. Было очень много событий в жизни нашей страны, в мировой политике, которые сопровождал он. Есть такое выражение «человек-легенда». Вот это как раз применимо в данном случае. Причём скромность. Я понимаю, что там есть вещи, которые нельзя было говорить в определённое время, но по этих вещах уже можно, и направо, и налево, но никому никогда не говорил. То есть человек воспитан уже в этом духе. Несомненные дня не хватит, чтобы узнать всю историю жизни Петра Кузьмича, кавалера Ордена Красной Звезды, человека активного, в своей неполной 90-е. Он принимает участие в жизни страны и города Щёлково. Не надо отметить, что такой пример, несомненно, важен и нужен. Лилия Семиева, Игорь Поляков, телерадиокомпания Щёлково.